Слава Украине! Привет всем от Полонского! Вы знаете, Гойда! Гойда в Подмосковье, причем очень интересная, значит уже она, можно сказать, даже не оригинальна, потому что не первый раз такое уже происходит. Смысл в том, что вот эти вот бандиты, которые возвращаются с так называемого СВО, где они убивали женщин и детей в Украине, где они занимались разбоем и мародерством. Вот эта вот публика, вот эти жувжики, они встают в очень неприятную историю у себя потом уже дома, вот на Московщине там. И в данной ситуации, ситуация сложилась таким образом, что неизвестные подпольщики, партизаны, патриоты, внуки тех дедов, которые действительно воевали, расстреляли джип с замкомандиром одной из российско-фашистских воинских частей, воевавших, так сказать, с позволения сказать, если слово, воевавших к этому уместно, к этим грабежам и то, что они творили в Украине. Потом этот некий Никита Ка, назовем его так, вернулся туда на Московщину к себе, ехал куда-то своим джипом, к его джипу подъезжает, насколько говорят местные, другой какой-то автомобиль, с того ночью открыли огонь, попали в этого товарища. Товарищ, по всей видимости, отправился послушать песни Кобзона, замечательные песни для таких товарищей. Они же любят, это же патриотический, их пивун, так сказать, ртом был. Вот, и, собственно говоря, все. Значит, ему было 44 года, подвязался тут неким замкомандиром части. Да, кто это сделал, они не знают. То есть, подпольщики, партизаны, антифашисты, сделав свое дело, скрылись где-то в туманной дали. И вот видите, вот это ширится, ширится такое движение, когда карма, карма настигает вот этих вот негодяев, которые приходили с оружием в Украину, которые творили здесь свои черные дела. Они возвращаются туда к себе в болота, в этот кошмар, в этот ужас, видят, куда они попали. Ну, и этот ужас в результате там настигает их. Ну, как говорится, что и стоило доказать. А, как говорится, а как сделать так, чтобы этого не происходило? Все довольно просто. Если вы не хотите, чтобы в дальнейшем подобные эксцессы, так сказать, происходили с другими подобными ему товарищами, значит, что нужно делать? Правильно, не ехать в Украину. Оставайтесь там, где вы есть. Оставайтесь в своих этих хлябях, этих весях, этих чурбесях и так далее. Я не знаю, как они называются, эти ваши все сыктывкары и так далее, и так далее. Оставайтесь там, не едьте к нам. Живите. Вот. Где вы можете, как вы можете. А мы без вас обойдемся. Вы без нас, поверьте, тоже. Так что вам же будет лучше. Продолжение следует.